К жителям деревни, которые решили спеть, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам, вслед за полицией прислали бригаду разрушителей. Напомню эту историю. В октябре прошлого года жители Ройки сняли красивый клип «Лала Ройка». Они в форме мюзикла рассказали о своей проблеме, лихачах, которые гоняют через деревню, и попросили у администрации помощи, установить лежачих полицейских. Клип имел успех у зрителей, большое количество просмотров в соцсетях и ютюбе. Властям тоже вроде бы понравилось. И глава Кстовского района обещал рассмотреть варианты помощи. Но за год никакой помощи жителям оказано не было. Тогда они сами своими силами установили лежачих полицейских, поставили знаки, предупреждающие об этом. Но вчера в деревню прибыла комиссия из администрации, дорожников и полиции. Они заявили, что эти лежачие полицейские являются самоуправством и будут демонтированы. Вот сегодня прислали бригаду, которая этот демонтаж и начала. Убираем из администрации, как и неровность искусственную. Предписание, МКУ, Кстовские дороги. Поставили за свой счет и сегодня, как вы видите, эти полицейские демонтируют. Фактически люди сделали за чиновников их работу, все положили, все уложили, и чиновники нас же и наказывали. Мы, конечно, не думали, что так получится. Никак не думали. Жители правильно сделали, своими силами. Они молодцы. Мы думали о том, что все-таки думали о народе, о нас, о ребятишках. Очень, конечно, обидно. Очень обидно. Очень много усилий. Вы понимаете, ведь на самом деле у нас здесь нет специально обученных людей, которые бы этим занимались. Этим занимаются люди, которым не все равно. В свободной от семьи, от работы, время. Прикладывают усилия для того, чтобы сделать жизнь нашей деревне лучше. Да, установили, возможно, вне закона. Но жители, решение жителей, есть протокол, есть решение жителей. Боремся за справедливость, а получается все наоборот. Кому из, простите за выражение, толстожопых выгодно было их убрать. Видите, что это дурно. Идет машина, и тут такой вот этот самый прыжок. Вроде он же небольшой, а удар-то на подвеску очень влияет. Очень рады. Прыгать приходится. Я пазл им постоянно. Все, нам некогда. Мы делаем три рейса. Туда 14, обратно 14. Вот сколько раз. Мы очень довольны. Спасибо вам большое. Знаки есть. Смотрите. Даже в позднее время суток видно, что здесь лежит полицейский. Все видно, все ясно, все прекрасно. Нет, убрали. Кстати, сегодня днем в эту ситуацию решил вмешаться лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Увидев сюжет о вчерашнем визите в деревню Ройке, представители администрации и полиции, которые заявили о том, что демонтируют все, что понастроили жители, он решил сам разобраться в ситуации и затребовал информацию о происходящем у главы Следственного комитета Нижегородской области. Однако, видимо, никаких мер предпринять они не успели, поскольку сегодня днем, как вы сами видели, в этот поселок вслед за администрацией полиции пришли уже и демонтажники, которые демонтировали часть установленных людьми лежачих полицейских.